Губернатор сказал надо, чиновники ответили есть. На заседании правительства по энергосбережению департаментам было дано задание организовать работу по обращению населения с ртуть-содержащими отходами. Совещание с управляющими компаниями и чиновниками администрации провел Владимир Шарыпов. Закон предусматривает постепенный вывод из оборота ламп накаливания. Как известно, наиболее распространенной заменой им сейчас являются компактные энергосберегающие лампочки. Энергосберегающие лампы содержат совсем небольшое количество ртути, однако при выходе из строя они переходят в категорию отходов первого класса опасности. С культурой сбора опасного мусора у ивановцев проблема. Особенно безответственно ведут себя жители частного сектора. Выбрасывают градусники, термометры и лампы вместе с остальными отходами. Необходимо работать с гражданами, отметил Владимир Шарыпов. Разъяснять, популяризировать, пугать опасностями. Обязанность организовать сбор ртуть содержащих ламп у собственников, нанимателей и пользователей помещений в многоквартирных домах возлагается на лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. В остальных случаях обязанность организовать сбор ртуть содержащих ламп возложена на органы местного самоуправления. Утилизация ламп – большая проблема для управляющих компаний. Население деньги платит. Строка в квитанциях предусмотрена за содержание от 2 до 5 рублей в среднем с квартиры. Коммунальщики должны вместе с жителями определить место сбора и регулярно увозить отходы. Деятельность 170 управляющих компаний проверяют. Обращения о нарушениях, тем не менее, редкость. За 2015 год в службу поступило всего одно обращение, причем буквально неделю назад, от гражданина о нарушении законодательства обсуждаемого. И также поступило, как сказала Ольга Ивановна, обращение Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области о нарушении требований правил 24 управляющими компаниями. Нарушителям законодательства полагается административное наказание. Рядовым гражданам до 2000 рублей штраф за неправильную утилизацию, юрлицам до 250 тысяч. За полгода предупреждение получили три управляющие компании. Владимир Шарыпов дал задание чиновникам Департамента энергетики и тарифов проработать вопрос включения в программу по обращению с ТБО под программу по утилизации ртуть содержащих отходов. Мария Смирнова, Алексей Гарин, РТВ Иванова.